всем привет ребята по запросам наших зрителей мы снимаем обзор сегодня на мой аккаунт проработаем все что у нас здесь есть на данный момент то есть начнем мы с випа получается 827 дней в целом 14 вип 910 получается у нас в общем сейчас випки и на блестяшках мы все дело будем добивать получается да на самом деле вип очень плохой то есть к этому времени объясню почему есть на это причины во первых гемы были именно как были то есть именно те которые были они сливались туда куда не надо то есть рулетки всякие использование бафа короля то есть такие как кинуть соплю это вот по 500 гемов частенько она использовалась хотя можно было это делать фирм аккаунтов да и также заточение которое стоит 3000 гемов то есть много гемов выходило не туда куда надо а также учитывая что у нас не сильно большой донат в альянсе получается в целом да то есть подарок нас неплохо заполняется на самом деле да читаю сейчас мы то что вводим новые правила по фортам он будет заполняться быстрее но опять же недостаточно для того чтобы получать те или иные плюшки я веду имеет вип какой-нибудь да на золотые сундуки присутствует но не в таком большом количестве то есть принципе как бы на данный момент моя цель прокачать 15 вип и идти к 16 а у вас скорее всего на этот день должен быть 16 вип по если вы все правильно делаете плюс-минус должно быть даже не то что плюс-минус должно быть обязательно скорее всего должно быть давайте перейдем мы именно командиром который есть на самом деле здесь тоже много совершено ошибок очень много давайте начнем и краска константина константина 5 голов золотых улита это прям на самом деле мало но перейдем к следующим к следующим там все конкретно печально у нас получается да когда-то мы думали что ричарды это очень крутые командиры когда-то давно там древние века еще до то есть 89 голов улита в принципе еще относительно хорошо как бы нормально да и в целом также также хочу дополнить что здесь нету покупок от слова совсем никаких но у нас был один интересный шутник который мне купил получается первую покупку это вот это миномота просто там копейки 99 рублей который да и больше ничего здесь куплено не было слова совсем как бы не поставки ничего этого куплено не было да мартел давайте посмотрим здесь тоже нас были влиты головы получается 141 по той причине то что это аккаунт должен был попасть на кого к 2 но там была отмена поэтому дай но опять же головы влиты они потрачены это ошибка по поводу саладина весь тоже опять же головой влиты они были давно влиты так как я хотел прокачать командира но сейчас на данный момент он как бы актуальны в принципе как бы до связке там именно кто играет кавалерии там опять же смотря кто где что ставит но данный момент он мне не нужен как бы да но опять же головы уже потрачены а также александр тоже здесь голову потрачен в количестве 650 золотых голов я бы конечно потратил сейчас куда-нибудь другое место но это невозможно также вы наблюдаете что здесь есть бабка у динь тянь то есть чтобы понимали здесь тоже влита 380 голов все это готовилось к вк 2 получается в целом то есть какое-то количество было взяться мге получается и какие-то головы я вливал так получается это альфред здесь качен ну само собой как не без этого да само собой после того как неудачная попытка попасть на к вк 2 началась не успехом я начал себе прокачивать командира в соц то есть порядка 2 к вк и начал себе это дело прокачивать то есть начал я с гуанью да то есть здесь вы это у нас получается 373 головы сделаю его 35 5 5 1 то есть три пятерки получается да также и саргона себе сделал три пятерки и начал здесь прокачивать ираклия но ираклия начал прокачивать для гарнизона и опять же здесь влита 340 голов то есть можно было это все забирать с мге но мге я здесь на этом аккаунте забираю очень редко на самом деле вот опять же головы уходят именно в гарнизон то есть полевых командиров здесь относительно толкнутые нету экспертных да если так посмотреть горго здесь качается опять же она качается для гарнизона то есть именно горго будет с ираклием у нас получается здесь у нее влита 182 головы какие-то головы будут забираться у нас мге получается да дальше смотрим будет 10 ключей прокачан потом после как я завершу ираклия и горго получается да пока он две пятерки я его завершу и тоже будет использоваться для гарнизона и для полевых сражений само собой давайте перейдем именно командиром получается который падает на с ключей а это начнем с сау получается да то есть он здесь прокачан 5 5 2 3 довольно неплохо на самом деле с ключей именно да она падала ну надеюсь с ключей я вроде как его голову не выливал да это все с ключей три стресса голов ну неплохо могло быть и лучше на самом деле прокачан сундук сида прокачена клео не прокачена хотя должно быть все это дело уже прокачено учитывая что сундуков падает тут как-то я начинал делать флавия но в итоге забросил это дело и туда голову в принципе не вливал да то есть не уливал это чисто с мге у нас получается смотрим дальше мехмет получается две пятерки да сюда здесь голову мы не вливали здесь чисто получается ключей у нас нападала мулан 5 5 2 цезарь 5 5 2 фридрих 5 5 2 5 5 5 рагнар тут мус 5 3 чингисхан 4 но относительно другие смотреть на смысл нету там все не очень хорошо уже многие командиры чисто открытые как бы да я добиваю их именно вот то что те командиры которые открыты мне нужно их открыть потому что мало ли они пригодятся там может что-то нужно будет открывать в целом и всем советую это делать само собой по возможности открывать но не делать такие дебильные действия как я делал на рулетке крутил чтобы чисто открыть командиры в итоге мог вип прокачать то есть такой херней не занимайтесь и это надо еще для таких квк именно чтобы вот командиры прокачены бедой для орлеана допустим то есть чем выше у вас здесь уровень чем больше у вас здесь навыков в общем у командиры тем больше можете использовать себе помощников до в орлеане получается для тех кто не понимает что это такое у меня отдельное видео есть посмотрите давайте перейдем именно к снаряжению здесь на данный момент что у нас здесь происходит по материалам все скудненько данный момент мы купим получается на легендарке ну по стандарту как бы да то есть нужно делать этики получается у меня в первую очередь цель сделать все с это потом уже делать аксессуары я сделал как бы на один сет по той причине что я буду использовать гарнизоне их на будущее да в общем получается здесь 16 легендарных шмоток одна из них прокнутая получается не везет на самом деле единственный прокнула эта нога получается возвращение шиву шмотка да на ботинки именно получается то есть относительно все печально в этом плане да и также 16 эпических именно боевых тоже есть из них какие-то прокнутые какие-то не прокнутые щитки получается да там амулеты и все в этом роде это все присутствует все есть нас по чертежам все скудно падает на самом деле ничего интересного из кавалерия относительно совсем не падает да и из лучников тоже ничего не падает в основном это все пехотное снаряжение но как бы добыть намного проще на самом деле да целом давайте посмотрим именно по материалам такое как бы мало мало на самом деле да по вооружению давайте перейдем получается именно с посвящениями особыми обычными в целом да давайте посчитаем сколько у нас это есть раз два три 4 5 6 7 8 9 9 штук получается да и какие-то там эпические на самом деле эпические есть как и вооружение легендарное именно по статам либо даже больше но опять же там нужно смотреть присматриваться в целом как бы да то есть какие есть само собой с посвящением будет лучше но опять же не всегда оно хорошее не всегда оно преобразовывается так как мы хотим именно допустим пехота что полна была либо кавалерия либо лучники там и так далее в целом да и давайте перейдем именно вот командирам именно там где у нас идет снаряжение начнем давайте мы с ладина что у нас там присутствует в общем статы неплохие как бы да одно посвящение только есть получается когда командир применяет активный навык и вот это получает на пять процентов меньше урон чем трех секунд какое никакое есть по статам принципе неплохо учитывая что копейка не вкладывается да то есть многие у нас сделаны на чистую практически ну да 10 на кавалере все на чистую сделаны минут то что по кавалере все есть да давайте перейдем к следующему моменту вот к александру именно вот строй клиентам тоже на строй клиент был здесь получается ну хотелось бы лучше на самом деле но что есть в целом да то есть три посвящения у нас присутствует урон навыками конечно не надо бы скорость на марше получается и повышение защиты что в принципе неплохо да то есть многие из них прокнут херова то есть преобразование именно да и было бы конечно лучше если бы она все преобразовалось так как надо кстати вот здесь вот неплохо здесь можно еще добить получается нам да то есть восемь попыточек еще есть нужно будет делать все делать давайте перейдем к следующему моменту а именно гуанью получается да здесь по характеристикам ну так относительно неплохо три посвящения получается на скорость выходит у нас на один процент больше урона и атака на два с половиной процента неплохо неплохо выходит на самом деле но хотелось бы лучше допустим вот это как минимум поменять нужно да то есть на какой-то поинтереснее а остальное в принципе неплохо здесь бы посвящение накинул да то есть учитывая что чисто заготовка но опять же здесь у нас именно скорость на скорость такой себя на нам толком принципе не надо так если чисто для баланса потом на будущее получается да здесь у нас получается строй уступом именно на клин уже ничего интересного не было но строй уступом дал аж четыре посвящения получается и неплохие статы в общем как бы да это будет лучше чем я поставлю что-нибудь на строй в целом да то есть проводя базовую атаку отряд владельца снаряжения с вероятностью 10 получает бонус к пяти процентам сам урону то есть неплохо как раз это надо повышать здоровье тоже это надо отряд командира на 100 процентов большого урон навыками то конечно я не надо но опять же что есть на три с половиной процента получает атаку и это в принципе три три из четырех то есть для нее в целом да то есть на ней сейчас пока две лингидарные шмотки но это все мы будем менять это все мы будем добавлять само собой да и цели какие сделать три пехотных марша сделать один луковый и один кавалерия д скорее всего 1 это будет наверное у нас горго и получается чем второе меня будет гуаню и саргон на третий будет у нас получается александр мартел но опять же это все нужно смотреть это нужно все подбирать до глядеть как она будет лучше но опять же ничего здесь более лучшего нет как бы на данный момент пока что там уже нужно будет смотреть по поводу лукового командира возможно скорее всего буду качать германа может быть с джигеля нам но опять же это время нужно будет смотреть также тесты по поводу кавалерии не знаю если честно честно не могу даже предположить что я буду качать ну возможно невский невский жанг ну навряд ли на невский жанг ну там в любом случае нужно смотреть сейчас как бы я тлоком не скажу сначала акцент на пехот в целом как бы да и по поводу давайте посмотрим киллпоинты да учитывая что на этом аккаунте я сражаюсь относительно редко мне приходится обмениваться первыми да там многие скажут первые портит статистику но в моем случае я с королевство никуда не улетаем не лишняя монеточка там лишние какие-то награды они мне пригодятся как бы да и у нас королевство разрешено обмен это первыми после завершения как пока получается кому там добить надо дай то есть брать монетки награда в целом то есть давайте посмотрим вот даже видно что по т1 у меня 83 миллиона да и в целом т4 т5 то есть большинство бита т4 потом у нас получается 3 и т5 да давайте по мертвым посмотрим получается 11 миллионов мертвых на самом деле это очень ну я бы не сказал что очень много да но для фритоплейного игрока это неплохо то есть 11 миллионов мертвых это неплохо в целом дай что еще сказать по поводу этого аккаунта могло быть все на самом деле лучше опять же у каждого всегда свои ошибки в целом да у нас происходят но как и есть по поводу ускорений по поводу ускорений мало ускорений потому что бастиона проходили с у меня частенько за обучение войск получается чтобы получить эти кристаллики да они нам нужны получается чтобы в магазине покупать плюшечки те же самые которые мне нужны кто-то покупает материалы кто-то покупает головы и на данный момент я покупаю ратуши которые мне нужны то есть мне нужна ратушу ты тут Для гарнизона, опять же, да То есть она дает защиту 10% То есть это вторая ратуша после пика мощности Будет она у меня, получается, да Я покупал себе в прошлый раз дворец топ-капы Это на будущее, если гарнизон буду делать луковый, чтобы уже было, да И плюс восстановление очков действия плюс 5% дает Также, само собой, нужно будет покупать потом кольца и рога на марше Которые будут присутствовать Само собой, после сборки сетов это обязательно, да Нужно будет делать Ну и оружку, которая, опять же, нужна будет, да Там уже по возможности, как, что, это все будет происходить Ну и, само собой, самодержавец, посвящение брать, когда будет возможность То есть обязательно это все делать, да Вот, это нужно делать По поводу ратуш в целом, да То есть у меня их много, в основном это все эпическая, конечно же Я их люблю коллекционировать И, в принципе, они нужны Так как вы всегда будете менять их для тех или иных бонусов Ну, действий в целом, как бы, да И советую, само собой, их все забирать Так как, если вы их все заберете, на ивентах вы сможете потом получать за ней гемы Когда будет у вас там выбор получить ту или иную ратушу А вы забираете и получаете 2000 гемов Это довольно неплохо выходит Также здесь есть легендарная ратуша именно на 30 дней, получается, с пиком мощности Это я забрал за 11 место, не дотянул, прям чуть-чуть не хватило на самом деле Там меня сдвинуло одно королевство, которое на меня зуб тачило Ну ладно, ничего страшного, как бы, не обижаемся В любом случае, мне тогда нужно было открывать Т5 в целом, да И я это сделал, то есть попытал удачу, не получилось, как бы, и все Так, на этом, как бы, в основном, все, мы все рассказали Ничего больше интересного мне здесь рассказать нечего, на самом деле Кроме того, как по ресурсам посмотреть в целом Ну, ресурсы, это неинтересно, на самом деле Я мигрировать никуда не собираюсь, толком я их не трачу здесь И у меня на фермах их довольно достаточно количества, чтобы играть, воевать Поэтому, как бы, все, усиление Усиление тоже немного Ну, я имею по расширению обучения, получается 20-19 штук, 10-6 штук Но это довольно неинтересно В основном было всем интересно узнать VIP Именно тому игроку, кто идею подал заснять по поводу аккаунта в целом Бомж-короля, так и назовем видео, кстати говоря Вот, все рассказано, все показано Если также у вас, получается, есть какие-то идеи к новым видео Не стесняйтесь, пишите, дополняйте Возможно, скорее всего, это видео выйдет Спасибо вам всем за идеи, на самом деле Спасибо тем, кто смотрит А мы с вами еще услышимся До новых встреч Пока-пока